Всем привет! С вами Галина. Хочу сегодня сделать рулеты из тонкого сала. У меня здесь есть вот такие кусочки домашнего сала. Не знаю мне, что с ними делать. Вот такие вот кусочки. Хочу поделать с них рулеты. Сало здесь и тоненькое есть, и толстое. Пузьи. Вот такие кусочки даже есть. Немножко шкурки. Остальное все сало. Решила сегодня с этого всего накрутить рулеты. И что я сейчас буду делать? Не знаю, как у меня получится. С таких кусочков маленьких я еще никогда не пробовала делать. Обычно у меня были кусочки побольше. Ножа возьму. Возьму досточку. Здесь все подготовила. Специи здесь подготовила. Пока я их приберу, отодвину. И что я буду с этого сала делать? Ничего, я обрезать вот это вверх не буду. Будет оно у меня вот таким толстым. Но для начала я просто сделаю вот такие надрезы на сале до самой-самой шкурки. Чтобы наш рулет хорошо заворачивался и хорошо пропитывался специями. Рулеты в луковой шелухе я буду готовить. Вот у меня луковая шелуха. Я ее помыла. Все подготовила здесь для наших рулетиков. Вот так поразрезаю. А то у меня лежит это сало. Не знаю, что с ним делать. Жарить никто не жарит. И вот так еще. Видите, как он у меня толстый. Фантазировать сейчас буду, что мне с ним делать. И что у меня с этого получится сегодня. Даже немножко мяска есть. Ну вот так разрезаю. Это чтобы хорошо скручивалось сальсо у меня. Что я сейчас буду делать? Я здесь подготовила специи. Паприка копченая. Паприка сладкая. Возьму и то, и то, и понемножку. Будем сейчас смазывать наш рулетик специями. Я вот так посыплю. Сделаем вот такую вкусняшку. Сало по-деревенски. Рулеты у меня будут сегодня деревенские. Самые простые. И сладкой паприки сюда. Наложим. Вот так все это мы сейчас обтерем. Растерем. Вот так, чтобы вовнутрь попало того, чего мы здесь понадрезали. Ну вот так, я думаю, будет достаточно. Чесночок. Я его потерла на мелкую терку. Сюда сейчас будем втирать чеснок. Чесночка буду брать мало, потому что у меня последний чеснок. Весь чеснок поели. Еле нашла. Не надо, чтобы мне хватило еще вот на вот эти рулеты. Поэтому чесночка буду брать мало. Если у вас чеснока много, можете натирать побольше. Ну, а я взяла сколько у меня есть. Все, хватит достаточно. Сейчас мы этот наш рулетик будем скручивать и связывать. Шпагат подготовила. Сало, кстати, я вымачивала. Шкурочку я скребла. Вот такой рулетик у нас получится. Потом вот это все мы заправим вовнутрь. Попробую как-то все это связать. Получится у меня или не получится. Я здесь подготовила ножницы. Шпагата сейчас режу побольше. Буду связывать наш рулет. Еще раз вот так поплотнее скручу его. И свяжу. Сначала свяжу здесь с краешку, чтобы он у нас не распадался. Вот так поплотнее. Дальше буду обматывать вот так. И дальше связывать. Вот так поплотнее, чтобы наш рулетик потом не развязался, не разошелся, когда мы его будем варить. Что у меня с этого получится, не знаю, друзья. Еще ниточку отрежу. И вот так поперек свяжу. Вот это все туда засуну. С этой стороны, с этой стороны потом или сейчас. запихиваем туда вовнутрь кусочки вот этого мяса сальца. Делаем вот такую колбаску деревенскую. вот так свяжу здесь. Нитки уже взяла, так взяла. С этой стороны. Варить будем, друзья. Рулетик мы будем варить сегодня. Вот так. Вы крутите, как вы умеете. Я кручу, как я умею, как у меня получается. Что накрутило. Что у меня получилось с этой стороны. Сейчас тоже вот так подвяжу и свяжу. Надеюсь, мой рулет не распадется. Потом все это будем снимать. Все эти наши узлы, ниточки. после того, как наш рулетик приготовится. Ну и здесь сделаю вот такой небольшой узелок. Ниточки не хватает. Но как-нибудь свяжем. Вот так. Ну вот такой рулетик, друзья. О, что у меня получилось. Колбаска. О. И вот эти рулетики, вот это сало, я сейчас поступлю так же как вот с этим рулетиком. Так же посвязываю, смажу специями и потом покажу, что буду делать дальше. Ну вот такие рулетики я накрутила. Вот что у меня, друзья, получилось. Четыре больших и один вот такой маленький скрутила. Что сейчас буду делать? Рулеты я оставляю на полчаса, чтобы они у нас немножко промариновались. Дальше берем кастрюльку, в которой будут вариться наши рулеты. В кастрюльку я беру, складываю луковую шелуху. Я ее предварительно хорошо промыла. Три больших жменья у меня здесь луковой шелухи. Складываем сюда луковую шелуху. Сюда же сейчас я добавлю четыре лавровых листика сразу сразу всыплю. Черный перец душистый. Ну, возьму где-то приблизительно столовую ложку. Ну, вот так. И пол столовой ложки черного перца горошка. Тоже вот так на глаз. Все сюда. Дальше сюда же добавляем соль. Соли нам нужно один стакан. Но я буду брать ложками. Ложками. Здесь высыплю сколько у меня тут осталось в пакете, начатый пакет. Дай выдевать эту соль. Соль, друзья, у меня каменная. 7 столовых ложек всыплю. Можно померить, всыпать один стакан. Я вот так буду сыпать. Раз. Первую не считаю, которую я всыпала с пакета. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну, всыпем восемь. Семь. Семь с половиной. Там половинка у меня была. Дальше что делаю? Сало у нас полежало полчаса, промариновалось. Сюда складываем наши рулетики. Вот так, поплотней. Прямо сюда на соль. Соль у нас потом растает. вот так. Плотненько укладываем. Ну и маленький рулетик вот так где-нибудь запихнем. Все это, друзья, я заливаю холодной водой. Полтора литра или сколько сюда влезет. и ставим на газ. Кастрюльку с нашими рулетиками я поставила на газовую плиту. И что я сейчас буду делать? С момента закипания нашей воды будем варить наши рулеты ровно один час. Но для начала я все это закрываю крышкой. Видите, рулетики у меня здесь все не накрыли. Здесь у меня полтора литра воды. Что я сейчас буду делать? Я взяла вот такую крышечку от другой кастрюльки. Как гнет. Просто вот так закрываю и сверху закрываю одной крышечкой. Вот так, чтобы наши рулетики были все в воде. Варим наши рулеты с момента закипания. Я сейчас все это хорошо закрою. Немножко открывается. Один час, ровно один час варим наши рулеты на медленном огне с момента закипания. Рулеты наши проварились ровно один час. Я кастрюльки наши сняла с огня. И вы знаете, что сделала? Переложила рулеты на две кастрюльки. Так как рулеты у меня постоянно всплывали и никакой гнет не помогал. Пришлось мне сюда переложить два маленьких рулетика, маленькую кастрюльку. И здесь у меня варились три рулета. Вот так в кастрюльках сейчас оставляем наши рулеты до полного остывания. Можно луковую шелуху вот так немножко сверху. положить. Видите, какая корочка в рулетах. Рулеты уже красивенные получились. Сейчас мы дадим им остыть, но потом покажу дальше, что буду делать. гнет. Ну что ж, рулеты у меня остыли. Я их достала из рассола. И сейчас вам поближе покажу, какая красота получилась, так как у меня, друзья, здесь освещение не очень. Ну, вот такие рулеты получились. Сока немножко натекло. И что я сейчас, друзья, буду делать. Назад поставлю. Буду делать гнет. Наши рулеты, друзья, нужно положить под гнет. Вот я вот так досточку подготовила. Сюда положила блюдо вот такое. И на вот это блюдо сейчас поставлю что-нибудь тяжеленькое. А поставлю, друзья, я вот что. Это здесь у меня яблони муж насадил. Яблоньки. Посадил яблоню. Семечки. Вот это вот. Конечно же, я вот это уберу. Вот этот гнет. Поставлю что-то другое, так как вынести нужно. Наши рулетики в холодное место. Я вам просто показала. Какой гнет нужно сделать. И выношу в холодное место на 12 часов. Вот так у меня рулеты будут стоять ровно 12 часов. Полностью остужаться. Они должны полностью застыть. Ну, а завтра посмотрим, что у нас получилось. Ну, что ж, друзья, утро следующего дня. Мои рулетики постояли под гнетом 12 часов. Я сняла с них шпагат. Покажу вам поближе еще раз. Вот такие рулеты у меня получились. Может быть, не такие красивые, как хотелось бы. Зато домашние и очень-очень вкусные. Ну, один я сейчас разрежу, и мы посмотрим, что получилось внутри. Может, кому-то не понравятся мои рулетики. Но, друзья, я готовила свои рулеты для себя, в свой рот. Ну, возьму вот такой рулетик. Попробую разрезать по серединке. Режется очень мягенько. Вот такой у них разрез. Видно вам? и вот так нарежу на кусочки. Ароматы стоят на весь дом. Сразу тарелочку буду складывать. Тарелочку подготовила. Немножко неудобно режется, потому что жирные рулетики жирненькие. Ну, вот такие рулетики. А может, с этой стороны или с этой порезать. Коротенький рулет. Не за что держаться. Попробую как-то вам нарезать, показать поближе. Что я здесь сварганила? Держаться не за что. Видите, руки жирные. Немножко расползаются, конечно же, но посмотрите, какая красота. Дальше резать не буду. Руки оботру. И поближе вам покажу вот такой домашний рулетик у меня получился. Обалденно вкусный. С приправками. Ну, я сейчас пробовать буду. Кому понравился рецепт вот такого рулетика готовьте. Рад уйте своих родных и близких. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. До новых вкусняшек.